Слышите? Не так давно в Саянске состоялась замечательная концертная программа под названием «Вот и свела судьба нас». Одним из участников уникального культурного проекта «Северный десант», который реализуется при поддержке Иркутской нефтяной компании, стал популярный актер Олег Харитонов. Выше и шире знамена революции, громче раздавайтесь песни победы. Мы вступаем в шестой год бытия. Верно отойти до британских морей, красная армия сельсии. Надежда, я вернусь тогда, когда труба щадо сыграет, Когда трубу кувал приблизи и острый локоть отведет. Надежда, я останусь сыном. Не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. В исполнении Олега Харитонова прозвучали песни известного советского российского поэта, прозаика, сценариста, барда, композитора, который творил в 60-70-х годах прошлого столетия Булата Акуджавы. Мама в детстве ставила мне пластинки Акуджавы. Я слушал их завороженно. Ну, она, правда, разные ставила. И там был и Высоцкий, и Новелла Матвеева. Ну, разные были всякие. Но вот как-то Акуджава запал. Песни «Летящие как бы над». То есть, вот Акуджава, он такой вот... В его творчестве, например, очень мало слова «я». Если в творчестве Высоцкого бесконечное «я», «я самолет», «я спортсмен», «я кто угодно», в творчестве Акуджавы, «я» очень мало. У него все о чувствах, о каких-то впечатлениях, вот в таком взгляде, как бы немножко сверху. В своей программе Олег Харитонов провел небольшой экскурс в историю нашей страны. События, которые демонстрировались на экране, сопровождались песнями Акуджавы. 9 ноября 1933 года. Официальное сообщение Нобелевского комитета. Решением Шведской Академии Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Вунину за строгий аристократический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер. «Склярки темного стекла» Из-под импортного пива роза красная цвела. Гордый и неторопливый исторический роман Сочинял я понемногу, проливаясь, как в туман, от пролога к эпилогу. «Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему? Не наше дело, для чего не надо судить». Ни для кого не секрет, что Булата Куджава добровольцем ушел на фронт. Тема войны фронтовых товарищей не могла остаться неосвещенной в его творчестве. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая?» Эти и многие другие строчки поистине заставляют сердце замирать. «Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наш мужественный солдат, Когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут, И, как птица за пазуху кладут. А где же наши женщины вдруг? Когда вступает море на свой порог, Они встречают нас и вводят в дом. А в нашей доме пахнет мороженство, А по дугой нам прошлое вранье. А мы с надеждой в будущее свет, А по полям шире порогеет, А по металлу вайлядра ходит все лето, И снова перерывут сапоги. Акуджава известен своей сатирической поэзией, В которой он критикует социальные явления, Политику и общество. Он использует юмор и иронию, Чтобы выразить свое недовольство И вызвать улыбку у слушателей. Четырежды герой Советского Союза, Герой социалистического труда, Маршал Советского Союза, Кавалер восьми орденов Ленина, Кавалер Ордена Победы, Дважды кавалер Ордена Октябрьской Революции, Дважды кавалер Ордена Красного Знамени, Кавалер Ордена Красной Звезды, Кавалер Ордена Отечественной Войны Первой Степени, Лауреат Всесоюзной Ленинской Примии, Кавалер Ордена Богдана Хмельницкого Второй Степени, Кавалер Ордена Хошемина Первой Степени, Кавалер Ордена Независимости Республики Глинея, Трижды герой Германской Демократической Республики, Герой Монгольской Народной Республики, Трижды герой Народной Республики Болгария, Герой Республики Куба, Кавалер Ордена Солнца Перу Первой Степени. Давайте восклицать, Друг другом восхищаться, Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, Ведь это всё любви, Счастливые моменты. Давайте кривать и плакать откровенно, То вместе, то поброс, А то попеременно. Не станем предавать Значение злословью, Ведь грусть она всегда Соседствует с любовью. Творческий проект Олега Харитонова и тронул душу, и подарил тёплые эмоции. В голосе актёра не раз можно было услышать знакомые нотки Акуджавы. Благодаря таким концертам песни любимого автора продолжают жить в сердцах множества поклонников творчества этого замечательного барда. Виноградную косточку в тёплую землю взорвана, и лазу поцелуй, и спелой гвоздь я сорвана, и друзей созову любовь в своё сердце восторвана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok